Елена Ладик Созданный во время пандемии, по словам Елены Григорьевны, готовился скрупулезно и с особой теплотой. Экспозиция получила название «Под покровом небес». Мы себя не позиционируем как театр исторического костюма, но все-таки опираемся на этнику, потому что в ней основа, как говорится, основ. Если вы внимательно смотрите наши одежды, вы увидите, насколько трудоемкая эта технология. Мы применяли стежку машинную, ручную, вышивку бисером, вышивку шелковыми нитями, набойку. Особое внимание стоит обратить на головные уборы, потому что каждый костюм продуман от головного убора до обуви и украшений. Но это часть нашей коллекции, и я надеюсь, что у нас будет возможность показать ее полностью. К дефиле готовится еще один, не менее известный в Самарканде модельер. Для Хамиды Наятовой, дизайнера национальных и традиционных изделий, представлять свою уникальную коллекцию женской одежды – дело привычное. Работы мастерицы золотошвейного искусства несколько раз экспонировались за пределами страны. Она является обладательницей большой коллекции старинных материалов, которым более 100 лет. Как отмечают участницы фестиваля, являясь автором множества нарядов, дизайнер дает предпочтение ручной вышивке. У каждого дизайнера должен быть свой почерк. Я над этим долго работала и разработала свой текстиль, свой почерк. И на каждых моих кардиганах и костюмах элементы ручной работы. Фестиваль узбекских нарядов, направленный на дальнейшее развитие культуры одежды в регионах, состоялся по инициативе Комиссии по гендерному равенству Узбекистана, Министерства Махали и поддержки семьи, Ассоциации Устехстильпром и других. Пока молодые девушки готовились к показу мод, в зале начал свою работу семинар-тренинг на тему культуры одежды среди женщин и молодежи. С докладами о модных тенденциях и их влияние на образ современной узбекской женщины выступали ведущие специалисты. Также обсуждалось переплетение моды и вековых традиций узбекского народа. Далее по программе. В рамках фестиваля последовали показы мод молодых дизайнеров, выставка национальной и современной одежды. На модном дефире под названием «История самаркандских национальных костюмов» представлялись работы представителей Центра ремесленников «Хунарман», Ассоциации деловых женщин «Татберкор Айол» и арт-галереи «Счастливая птица». В рамках культурной программы на следующий день фестиваля участники мероприятия побывали в учебном центре Биби Ханы, где прошли мастер-классы для начинающих дизайнеров. По итогам двухдневного фестиваля лучшей коллекции года была признана работа молодого дизайнера Хамиды Инаятовой. Успеху ее коллекции, по словам экспертов, способствовали впечатляющий колорит орнаментов и технология вышивок самарканда. Победителю со стороны организаторов вручены подарки и грамота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова